В мировом автопроме не осталось места для авантюрных идей и необычных форматов. По большому счёту, существующие марки лишь выводят новые поколения успешных моделей, да штампуют городские кроссоверы разных размеров. И только электрические модели позволяют себе быть необычными и вызывающими. В качестве примера приведён только что представленный Hyundai Ioniq 5. Это крупный хэтчбэк, дизайн которого больше напоминает футуристический концепт, нежели серийную машину. Но кто углядит, что дерзкий образ новинки построен вокруг ностальгических ретро-мотивов? Хотя корейцы не скрывают того факта, что основные черты Ioniq заданы их первой моделью, крохотной пятидверкой Pony образца 1974 года. Помимо внешности, батарейный кореец удивляет чудесами компоновки. Расставив колёса по углам кузова, авторы машины получили трёхметровое расстояние между осями. Для сравнения, у огромного кроссовера Hyundai Palisade колёсная база на целый дециметр меньше. Кроме того, современная электрическая тележка обеспечила абсолютно ровный пол. А дизайнеры подчеркнули этот нюанс, отказавшись от привычной центральной консоли. Её заменяет передвижной бардачок-подлокотник. Вообще, авторы салона чувствовали себя крайне вольготно, поэтому некоторые решения кажутся спорными. Скажем, плоская приборная доска из двух небольших дисплеев выглядит необычно, но наверняка ослепнет под ярким солнцем. Оценить все плюсы и минусы неординарной новинки европейцы смогут этим летом, а мы, россияне, увидим новинку под занавес года. И если взглянуть на европейские прайс-листы, то можно сделать вывод, что эта электричка будет стоить по 4 миллиона рублей. Во всяком случае, именно такой ценник старосветские дилеры навесили на заднеприводную версию со стандартной батареей. Всего существует 4 исполнения машины, при том топовая имеет полный привод и ёмкий аккумулятор. Напоследок отметим, что пятый IONIQ стал первой моделью, в основе которой лежит новейшая архитектура EG-MP. Дальнобойность новинки ещё предстоит выяснить, но предположим, что она будет на уровне 400 километров. При этом авторы батарейной платформы уже похвастались, что для 100-километрового броска достаточно 5-минутной зарядки. Разумеется, вскоре Hyundai выкатит целую россыпь электрических новинок. И, скорее всего, бренд IONIQ станет самостоятельным, как недавно произошло и с маркой Genesis. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова